Вопросы, которые вы пишете в чате, я успеваю читать и сразу на них отвечать, поэтому задавайте в любое время, я успею их увидеть, прочитать и ответить. Во-вторых, мы будем говорить про съемку и монтаж лекций не с инструментальной точки зрения, то есть не как пользоваться программами, как делать черновой монтаж, как синхронизировать звук и так далее. Мы будем разговаривать с точки зрения именно подхода, зачем это нужно, в какой форме это лучше делать, что потом должно происходить с видеозаписью. Итак, лекция снимаем и монтируем. Что я подразумеваю сегодня под лекцией? Это устное выступление одного спикера перед аудиторией, которое может проходить как оффлайн, так и онлайн, например, как этот вебинар, и которое сопровождается визуализацией, то есть презентацией, например, опытами, демонстрацией, подключенным к новому видеоконференции и так далее. То есть внимание аудитории распределяется между выступающим и между его визуальными материалами. Именно вот с таким подходом мы будем сегодня работать. И в первую очередь, что нам с вами необходимо обсудить, это такую проблему, как вопрос переупаковки контента. Все, что попадает в интернет, все, что вы собираетесь туда выгрузить, это контент. Его довольно много. Интернет постоянно растет, информация, которую туда мы выгружаем, постоянно увеличивается. И кажется, что вот уже все, что можно, в интернете есть. И когда мы делаем какой-то новый контент и загружаем его в интернет, мы задаем себе вопрос, а насколько новую информацию я могу сообщить? Насколько уникально то, что я рассказываю своей аудитории? Будет ли видеозапись лекции кому-то интересно? Будет ли сказано что-то новое, что еще никто не выгружал в интернет? И вот в этом подходе уникальная информация есть как раз ошибка. Интернет, конечно, резиновый. Грузить туда можно гигабайты, гигабайты информации, но это не то, что нужно аудитории. Аудитории нужен именно качественный контент. А то, что попадает в интернет, первый раз не всегда довольно аккуратно оформлено, не всегда хорошо структурировано, не всегда изложено понятным языком. И когда наши пользователи знакомятся с многообразием информации, они постепенно понимают, что им нужен не новый контент, не уникальный контент, а качественный. Тот, который легко искать. Тот, в котором легко разбираться. Тот, который легко использовать уже в своей работе. Поэтому, когда мы будем говорить на этом треке про учебный контент, мы будем говорить в первую очередь о том, как его переупаковать. Превратить один формат в другой формат. Сделать так, чтобы было удобно и визуалам, и аудиалам. Сделать так, чтобы вы не каждый раз садились и заново создавали какой-то учебный контент, а брали уже существующий и получали из него новый учебный продукт. И вот в этом плане, в плане переупаковки контента, записи лекции дают нам просто шикарные возможности. Вот в качестве примера то, что я смогла назвать навскидку. Если у меня есть видеозапись лекции или вебинара, я могу ее смонтировать и сделать очень такое короткое, яркое, динамичное видео, которое не утомит аудиторию, которое будет интересно смотреть. Я могу взять только аудио и нарезать какие-то ключевые понятия. При желании могу записать какие-то дополнительные аудиоблоки и получить, в принципе, полноценный подкаст. Почему бы и нет? Я могу взять аудиозапись лекции и расшифровать ее, получить текстовый конспект. Затем его можно оформить и, например, выгрузить страничкой на сайте. Или сделать раздаточные материалы, рабочие тетради. Я могу выбрать только кейсы и примеры из своей лекции и сделать уже подборку из них. Это может быть тоже текстовое, это может быть видео, это может быть аудио, любой формат, который мне подходит в данном случае. Я могу собрать с записи лекции все вопросы, которые задавала аудитория и сделать вот как раз такой список вопросов и ответов на них. Как вы знаете, часто такой материал публикуется на сайтах или в социальных сетях, почему бы и нет. Можно нарезать с видеозаписи картинки для оформления постов в социальных сетях. Если видеозапись была довольно качественной, то вполне можно сделать вот такие вот картинки, где видна и презентация, и лектор, и ими оформить какие-то посты. Я уверена, что вы можете предложить и свои варианты того, как использовать видеозапись с лекцией. И сегодня мы с вами три основных принципа работы с видеозаписью лекции проговорим, несколько раз обсудим. И надеюсь, что вы из этих трех принципов выберете для себя то, что подходит именно вам. Итак, первый принцип в нашем сегодняшнем обсуждении – это обязательность видеозаписи. Особенно если вы работаете с онлайн-контентом, если вы ведете свой блог, если вы ведете группу в социальных сетях, если вы делаете онлайн-учебный курс, то то, что вы проводите, неважно, в лекции или в вебинарном зале, должно обязательно записываться. Понятно, что при проведении такого вебинара сама вебинарная комната предоставляет возможность видеозаписи. Когда вы ведете в лекции при оффлайн-аудиторию, вполне можно поставить камеру или даже включить прямую трансляцию. Сама по себе видеозапись обязательно, потому что это ваша база для создания уже других форматов контента. Второй принцип – это съемка с двух камер. Одной камеры недостаточно, и недостаточно сразу по нескольким причинах, о которых я поговорю позже. Даже если идет вот такая вот вебинарная запись, и вроде бы вот камера снимает меня на экране, этого недостаточно. По идее, должна стоять еще и вторая камера, которая параллельно ведет съемку уже без экрана, уже только самого спикера. И третий принцип – это то, что готовое видео, которое вы получите в результате, это не самостоятельный контент. Это именно вот такой черновик. Он требует долгой обработки, если вы хотите получить именно видеозапись материала. Или без всякой долгодополнительной обработки вы можете использовать его как материал для создания уже других типов контента. Как я уже говорила, это может быть текстовый, это могут быть аудиозаписи, это могут быть картинки и скриншоты. Чтобы было понятно, почему видеозапись в крайне редком случае может выступать самостоятельным контентом, я покажу те ситуации, в которых нельзя использовать это видео как самостоятельный материал. Как видите, список довольно широкий. Это опять же только то, что я вот так смогла назвать за 30 секунд на вскидку. На самом деле причин намного больше. Не всегда учебная аудитория позволяет вести качественную съемку. Может быть, недостаточно света, недостаточно расстояния. Может быть, рабочее место преподавателя располагается на фоне окна, и он забивает светом всю картинку на камере. Может быть, аудитория была неподготовлена, и пришлось очень много объяснять какие-то очевидные вещи, а не рассказывать новый материал. Или наоборот, было очень много практики и вопросов из аудитории. Может быть, лектор, когда смотрит себя на видеозаписи, оказывается недовольным. Недостаточно жестикуляции, или наоборот, она слишком размашистая. Не так прическа. Может быть, человеку просто не нравится свой голос даже на записи. И все вот эти вот случаи не дают использовать нам лекцию именно как чистовой материал, как вот видеозапись, которую вы выгрузили на YouTube, распространили, и все хорошо. Наоборот, ситуации, когда видеозапись можно использовать как чистовой материал. Если у вас есть человек, который умеет хорошо и качественно монтировать, или если монтировать видео, умеете вы сами. И из полуторачасовой лекции вы можете получить максимум 15 минут на динамичное видео, которое интересно смотреть. Если вы понимаете, что у вас студенты в основном смотрят видео на телефонах, и можете превратить горизонтальную видеозапись в вертикальную, именно так, как им будет удобнее просматривать. Если вы можете сделать для своей видеозаписи субтитры, и сделать так, чтобы они адекватно отображались на экране, пусть даже через сервис YouTube, или через функционал программ для видеомонтажа, но без субтитров ваше видео, конечно, будут смотреть реже, и быстрее будут уставать ваши зрители. И вот эти причины однозначно, мне кажется, показывают, почему видеозапись – это все-таки черновик. То, что я буду сегодня рассказывать, показывать, объяснять, это выполнять задачу сделать черновую видеозапись. Сколько бы вы ни ставили камер, какую бы технику ни использовали, у вас все равно, как минимум, первое время, первые лекции 20-30, будет получаться черновик. Можно поставить оператора профессионального, который даже одной камерой сделает прекрасный материал для учебного курса. Но если вы работаете сами, если вы сами снимаете свой же материал, то очень сложно получить качественную картинку, качественный контент. Итак, первое – съемка. Что нужно знать про съемку? Вообще, если вы уже снимаете свои лекции, если ведете с них прямые трансляции, напишите, пожалуйста, об этом в чате. Это интересно посмотреть, как много преподавателей, как много лекторов, спикеров ведут видеозаписи. Даже если ведете не вы сами, а то организация, может быть, учебное заведение, тоже, пожалуйста, напишите об этом. Подготовка к лекции не должна занимать много времени. И когда мы начинаем ставить камеры, выбирать ракурс, думать, нужен ли нам штатив, в данном случае микрофон и так далее, мы тратим очень много времени. И как раз вот это лишнее время на подготовку, оно многих останавливает от видеосъемки. Да, библиотека тоже интересна. И когда я сама работала в библиотеке, какие-то мероприятия мы ставили прямую трансляцию, но вот этот материал, полученный на прямой трансляции, этого было недостаточно для того, чтобы показать потом отчет о проведенном мероприятии. Да, на данном трансляции подключилось 50 человек, которые не смогли прийти в библиотеку. Они посмотрели онлайн-запись, и все, она висит мертвым грузом. Чтобы она не висела мертвым грузом, ее как раз нужно переупаковать. Чтобы переупаковать, нужна съемка со второй камеры. Так, средствами Zoom, съемка преподавателей на телефон или на фотоаппарат. Прекрасно. Значит, у нас есть люди, которые уже знакомы с этой темой. Запись вебинаров, да, тоже полезно посмотреть на себя вот так вот со стороны. И будет прекрасно, если бы вы как раз добавите к ней вторую камеру. Елена Евгеньевна пишет, запись лекции с оператором, запись в формате интервью. Про интервью мы отдельно будем говорить на следующем вебинаре, потому что учебное интервью требует отдельного рассмотрения целей и задач стоящих перед лектором. Итак, две камеры – это у нас обязательное требование. С одной камеры вы никогда не получите тот материал, который нужен вам для дальнейшей переупаковки. Вы можете поставить одну камеру так, что она будет захватывать всю картинку в кадре, но не даст хорошего звука. Вы можете поставить камеру так, что она даст хороший звук, но при этом вы, как преподаватель, будете регулярно выходить из кадра. Поэтому одной камерой довольно тяжело снять что-то довольно качественное. Помощник желателен, но не обязательный. Можно справиться самому, но просто будет спокойнее, если даже будет человек, который во время лекции сможет посмотреть на камеру, посмотреть на ноутбук и убедиться, что видеосъемка идет. Просто вы сами не будете волноваться, отвлекаться. Перед началом лекции включите все, что вам необходимо и сможете сосредоточиться уже на учебном процессе. Поэтому помощник все-таки это не самое обязательное. Первый блинкомом, конечно, да, согласна. У меня первая онлайн-трансляция оборвалась через 7 минут записи, потому что я просто забыла зарядить достаточно оборудование. Как можно расположить эти две камеры, какие задачи они могут выполнять? Например, идет запись вебинара, как идет у нас сейчас в Мерополисе, и мы ставим дополнительную камеру, которая работает только на лектора. Нужен ли лектор, если слышен его голос? Это как раз вопрос форматов. Вы можете сделать такой контент, в котором от лекции идет аудиодорожка, выступление лектора, а на экране в это время показана только презентация. Но считается вообще хорошим тоном делать дополнительный маленький экран, в котором виден лектор. То есть, в принципе, это не обязательно, но это правило такого своеобразного сетевого этикета. Так, как раз должны научиться делать трансляции в библиотеке. Я покажу сегодня как раз одну из программ, в которой можно работать с прямыми трансляциями. Дальше. Значит, вебинар и дополнительная камера. Прямая трансляция и точно так же дополнительная камера. Общий план и средний план во время лекции. Здесь смысл такой. Одна камера всегда должна показывать то, что хотят увидеть зрители. Например, сейчас во время вебинара вы видите спикера на среднем плане, то есть ниже линии плеч. Вот я выступаю. Вам видно мимику, эмоции и вот какие-то жесты тоже видно. Вы не ожидаете увидеть меня на вебинаре в полный рост. Но при этом я вполне могу поставить вторую камеру и сделать на ней другую съемку, параллельно вот текущей, так, как мне нужно. Например, только крупный план лица. Или наоборот уже в полный рост на каком-то хорошем фоне. Во время мероприятия, когда мы делаем прямую трансляцию или просто видеозапись, мы привыкли видеть наоборот. Лектора в полный рост. Когда он ходит, например, перед экраном проектора. Но если заставить кого-то полтора часа смотреть на общий план лектора, наверное, он начнет нас тихонечко ненавидеть. Нужна вторая камера, которая будет снимать лектора так, как будто вы с ним близко общаетесь. То есть здесь, когда говорить о съемке и о монтаже, смысл такой. Общий план – это как будто вы сидите в зале и смотрите на спикера. Средний план, более крупный план, как будто вы стоите и со спикером прямо разговариваете. И для комфортного восприятия видеозаписи нужно, чтобы на видео был и тот, и другой вариант. Так, от общего плана можно юзать только картинку, а звук наложить от среднего плана. Хороший звук со слабимой презентацией и чередовать все это. Совершенно верно. Это как раз вот то, на что я хотела обратить внимание, что камера, которая будет стоять ближе к лектору, она будет записывать более качественный звук. Но если есть камера, которая смотрит только на лектора, нет камеры, которая сидит в зале, вопросы аудитории будет не слышно. То есть будет понятно, что лектор отвечает на вопросы с зала, но не будет слышно, на какой именно. Так. И когда я разговариваю про видеосъемку лекций, первый, конечно же, вопрос, который мне задают, это какая техника и какие программы нам нужны для того, чтобы это осуществить. Первое, что я рекомендую, это программа. Она подходит и как просто для видеозаписи, так и для организации прямой трансляции. То есть подключенная к компьютеру камера через эту программу записывается и сохраняется в файл. OBS Studio, QR-код, на который вы можете увидеть в правом нижнем углу. Это бесплатная программа. Ее можно использовать и в коммерческих целях. У нее открытая лицензия. У нее интерфейс на русском языке. В принципе, довольно просто разобраться с настройками, но если нет очень много инструкций в интернете. И все, что ей потребуется, это подключенная к ноутбуку или к компьютеру веб-камера или фотокамера. Для настройки прямой трансляции немножко дольше придется в ней повозиться. Для настройки видеозаписи ничего сложного. Все зависит от того, что к компьютеру подключено на самом деле. И у нее есть очень такой хороший формат записи, который позволяет не портить видеофайл, даже если запись неожиданно посредине оборвется. Да, XP тоже потянет, должно потянуть эту программу, но лучше 64-битная ось для этой программы. Даже если видеозапись оборвется, мигнет свет, WStudio сохранит видеозапись, если вы делаете ее в формате FLV. Это ее стандартный формат. Можно выбрать другие, но родной формат хорош тем, что позволяет не бояться отказа оборудования. Следующее – это фото или видеокамера с надежным штативом. Если у вас уже есть хорошее фото или видеокамера, вы можете ей воспользоваться. Но для того, чтобы вести уверенно съемку, чтобы не переживать за кадр, за то, какая картинка получится, нужен все-таки надежный штатив. То есть, во-первых, он должен быть устойчивым, во-вторых, он должен подниматься на достаточную высоту, чтобы камера располагалась на уровне ваших глаз. Во-вторых, он должен поворачиваться без скрипа, без люфта. То есть, все-таки более-менее качественный штатив потребуется. Это в том случае, если у вас уже есть эта техника. Если нет, то необязательно. Какое преимущество съемки на фото или видеокамеру? Ну вот на фотокамеру однозначно съемка в том, что можно настроить фокусировку так, чтобы размывался задний фон. Если на заднем фоне у вас, например, не однотонная ткань, а, предположим, какая-то пестрая яркая стенка, то задний фон лучше размыть. Это можно сделать с помощью фотокамеры. Но тогда вы не сможете ходить перед ней. То есть, это вариант как раз для вебинара, когда вы сидите на одном месте. Видеокамера, наоборот, очень хорошо фокусируется, ловит спикера, как бы далеко он не отходил, как бы близко он не подходил. Видеокамеры, как правило, более легкие. То есть, фотоаппараты тяжелее. Современные видеокамеры легче. Они пишут в удобных форматах, сразу на SD-карту. И, в принципе, они проще и удобнее в обращении. Но я предпочитаю немного другой вариант. Хотя у меня тоже есть фотокамера. Я считаю, что сейчас удобнее вести съемку все-таки на мобильный телефон. Штативы для них проще, легче и однозначно дешевле. И мобильный телефон логичнее поставить не на пол, не с пола снимать, а со стола, с полки, с подоконника. А значит, и штатив должен быть невысокий. Даже при возможности какую-то подставку для мобильного телефона, то есть, вот, например, подставка для мобильного телефона, на него поставили, подобрали подходящий ракурс и включили видеозапись на мобильном телефоне. Проще, потому что не нужно дополнительно ничего настраивать. Я думаю, мы все пользуемся камерами своих смартфонов. Следующий вариант – это веб-камера. Возможно, потребуется USB-удлинитель. Вариант хорош тем, что сразу подключено к ноутбуку, на котором стоит программа OBS Studio. То есть, сразу идет запись через эту программу. USB-удлинитель может потребоваться, если расстояние от ноутбука до места установки камеры довольно большое. Если есть ноутбук, вы просто ставите его, например, на стол преподавателя, на первый ряд столов, ставите веб-камеру и ведете запись. Вы сразу увидите, что происходит, можете контролировать. Хороший вариант для репетиции своих презентаций, своих выступлений. Веб-камера сейчас тоже не слишком дорогие, можно подобрать варианты. И, думаю, у многих они в том или ином формате есть. Но веб-камера самого ноутбука не подходит для такой записи. Они предназначены для разговора лицом к лицу. И все-таки лучше использовать выносные внешние веб-камеры. И еще один вариант оборудования – это микрофон в любом из видов, для того, чтобы получить отдельную дорожку с более качественным звуком. Если нет возможности поставить близко камеру, если вы слышите, что звук получается ужасный, то может выручить как раз вот такой вот диктофон или микрофон-петличка. Я не говорю про радиомикрофоны беспроводные, потому что это уже более дорогое оборудование. Но на самый такой вот тяжелый случай – мобильный телефон с включенной программой, диктофон, гарнитура, которую вы надеваете, то есть не просто наушникой, а именно с микрофоном гарнитура. Наушники вы в уши не вставляете, просто пишете на себя, чтобы гарнитура оказалась там, где она обычно оказывается. И читаете спокойно лекцию, потому что многие гарнитуры, особенно те, которые совместимы с телефоном, не просто какие-то отдельно покупаемые, а именно родные – Apple-овские, Samsung-овские, они очень хорошо записывают звук, он получается чистым и замечательным. Мы иногда использовали такой прием, когда не было двух петличек для того, чтобы записать интервью, и одного из спикеров мы записывали вот так вот дополнительно через гарнитуру мобильного телефона. Итак, вот пять предметов и программ, которые потребуются вам для видеосъемки. Если у вас есть веб-камера, то программа OBS Studio для того, чтобы делать запись с веб-камеры. Если есть отдельное фото- или видеокамера со штативом, можно делать запись с них. Иначе мобильный телефон. Вполне легко могу себе представить вариант, когда видеозапись лекции ведется с двух мобильных телефонов. Единственное, что, конечно, лучше делать запись горизонтально, поворачивать мобильный телефон горизонтально и уже записывать в таком формате. Итак, получается, что мы во время лекции ставим две камеры. Одна у нас стоит далеко от спикера, она, как правило, ловит общий план, то есть спикера в полный или почти в полный рост. На этой камере будет видна презентация и, скорее всего, будут слышны вопросы аудитории, потому что такую камеру мы отставляем подальше от лектора. А значит, она лучше будет записывать звук не лектора, а звук как раз студентов. И ближняя камера, она работает на средний план, делает акцент на преподавателя, и с нее звук лекции получается, конечно, лучше. Слишком близко, слишком крупный план делать не стоит, потому что если у вас есть привычка ходить во время занятия, то вы будете регулярно выходить из кадра. И чем ближе к вам будет стоять камера, чем крупнее будет ваше лицо в кадре, тем чаще вы будете выходить. И поэтому лучше брать средний план – это выше пояса. То есть вот примерно так. Когда мы говорим про видеозаписи, конечно, мы желаем видеть примерно вот такую вот картинку, когда все настроено, когда все работает, когда хороший звук и хороший свет. Но чаще всего приходится работать вот в каких-то таких условиях, когда нет правильного подходящего расстояния до заднего фона, когда нет профессионального оборудования, когда свет какой попало. И приходится, конечно, либо охитрить, придумывать какие-то самодельные способы, улучшить картинку, либо смириться с тем, что получается. Но то, на что мы точно можем влиять, это расположение камер. Вот типичный класс. Здесь два ряда, парты, предположим, расположены. У спикера есть презентация, у спикера есть конторка, за которую он может заходить, а может и не заходить. И, скорее всего, один из рабочих столов тоже принадлежит лектору. В этой ситуации вам нужно поставить две камеры. Куда бы вы их распределили? То есть какие бы точки вы выбрали? Я просто нарисую вам на картинке возможные точки расположения, а вы напишите в чате, как с вашей точки зрения будет получаться лучше картинка. Итак, слева от лектора, справа от лектора, слева на передней партии, справа на передней партии и посередине на задних рядах. Так, левый крайний стул в первом ряду для среднего плана, последний ряд справа для дальнего плана, в конце и напротив дверей на задних рядах, справа одну камеру за задними рядами. Чем длиннее помещение, тем на большее расстояние мы можем вынести камеру, для того, чтобы лектор получился в полный рост. Но в любом случае, будущие студенты будут парты, и они будут немного перекрывать картинку слева от лектора на задних рядах. Итак, дальняя камера у нас должна в первую очередь делать общий план так, чтобы попадал и лектор, и сразу визуал, то есть то, что он будет показывать на экране. Поэтому лучше всего ставить камеру по центру экрана. Раз он здесь посредине класса, то и камеру желательно расположить все-таки ближе к центру. Если нет штатива напольного, можно поставить ее на стол. Вот здесь вот, задний ряд слева. Теперь, смотрите, если у нас одна камера снимает немножко слева от центральной оси, значит, другая должна снимать все-таки немножко под другим углом. Мы не можем поставить в этом случае камеры справа от лектора. Почему? Потому что тогда он окажется на фоне вот этого вот окна. А на фоне окна изображение получится довольно плохим. Нет, если нет других вариантов, конечно, вы можете попробовать, по крайней мере, получите звук. Но если есть такая возможность, лучше как раз поставить камеру со стороны окна, чтобы она снимала лектора на фоне стены. И здесь уже нужно смотреть от класса. Я бы, наверное, согласилась бы и взяла вот эту вот точку для съемки. Но, наверное, нужно сильнее разнести камеры, чтобы они снимали под разными углами. Вы, когда смотрите на свое помещение, а ведь, скорее всего, у вас лекции проходят либо в одних и тех же помещениях, есть мероприятия в библиотеке, они проходят в одних и тех же залах. И несколько раз попробовав, вы подберете довольно удачные точки. Когда мероприятия активно очень сильно мешают сами слушатели, сами студенты, сами участники, они, прямо скажу, носятся вокруг камеры, штатив дрожит, картинка размывается и получается ужасно. Поэтому на активных мероприятиях надо искать более такие спокойные точки. В этом случае все довольно просто. Одну камеру мы ставим подальше, другую камеру мы можем поставить даже на ноутбуке, который стоит на передней парте. Тоже типичная ситуация с аудиторией. Посмотрите, здесь окна мешать не будут, потому что как раз они хорошо закрыты, но расстояние до передних рядов слишком большое и столов нет. Как бы вы поставили камеры здесь, какие бы здесь вы предположили точки. Все схемы очень условные, поэтому на них не опираюсь. Я смотрю именно на фотографию помещения, потому что по этой схеме легко придумать, что расстояние от лектора до первого ряда небольшое. На самом деле, если мы посмотрим на картинку, расстояние большое, и куда лучше поставить камеры в этой ситуации. Напишите, пожалуйста, в чат. Между вторым и третьим рядом посередине тут бы три камеры. Мы не снимаем аудиторию, мы снимаем только спикеров, поэтому эту камеру можно как раз и убрать. Так, с обеих сторон. Слева на переднем ряду одна и одна в центре. Вот здесь я как раз бы перед тем, как расстанавливать камеры, я бы задала вопрос. Что будет делать лектор? Если он будет сидеть вот в президиуме, и презентация будет идти на экране, тогда будет одна ситуация расстановки. Если он будет стоять у флепчарта, другая. Если он будет бегать по помещению, то совершенно третья. Если лектор не находится на одном месте, камеру надо ставить как можно дальше, для того, чтобы дать ему как раз возможность движения. Я, честно говоря, пробовала сначала ставить хорошо камеру, а потом уже измерять, где нужно стоять, чтобы быть хорошо в кадре, как активно можно махать руками, чтобы они не выходили за границы кадра. Это было ужасно. Когда ведешь такую съемку, думать еще и об аудитории, взаимодействовать с ней очень тяжело. Поэтому лучше вставить камеры так, чтобы уже не беспокоиться о том, можете ли вы ходить из угла в угол, можете ли вы активно жестикулировать. Если лектор как раз спокойно находится на одном месте, если он занимает, например, одно из оранжевых кресел, то здесь, конечно, проще. Мы ставим одну камеру довольно близко к нему, которая смотрит уже прямо на него под небольшим углом в три четверти, и ставим одну камеру, например, между вторым и третьим рядом. Почему бы и нет? Если мы знаем, что лектор на одном месте находится, то мы свободнее в выборе расстановки камеры. Если он активно действует, то нам нужно относить одну камеру на задние ряды, чтобы захватывать все вот это пространство зала. И вторую камеру мы ставим, например, либо у двери, либо у окна, которая будет, скорее всего, снимать преподавателя в профиль. Но для активного преподавателя я не вижу здесь варианта, чтобы камера всегда смотрела на него прямо в лицо. Так, замечательно. Есть какие-то другие помещения, другие ситуации, с которыми вам приходится работать. Какие-то более сложные случаи. В принципе, обычно все сводится вот к расстановке либо аудитория и лектор, либо к варианту тренинга круглого стола, когда уже идет диалог. Но съемка диалога – это для следующего вебинара, это больше к теме интервью. А тогда, когда у нас выступает лектор, когда у нас есть аудитория, скорее всего, есть четкое деление помещения на зал и на зону для спикеров. Еще один такой немаловажный момент. Во время того, как идет лекция и ведется запись, вы, скорее всего, будете отвлекаться для того, чтобы убедиться, что все идет нормально. Так, вопрос с дверью. Стараюсь не ставить к дверям, потому что опоздавшие, возвращающиеся люди туда-сюда ходят. Я стараюсь рядом с дверью камеру не располагать, а если располагать, то только с помощником, с человеком, который будет следить за ней. В процессе записи есть какие-то нюансы. Вы постоянно волнуетесь, а точно ли снимает камера, а точно ли все хорошо. И достаточно, на самом деле, проверять вот три вещи. Включена ли запись. На камерах это, как правило, световые индикаторы, красные или синие. На веб-камерах любого цвета они могут быть, то есть где-то горящий и мигающий огонек. Он подсказывает вам о том, что техника работает. Если это программа OBS Studio, у нее сам значок тоже получает красный светящийся индикатор, а в самой программе тоже появляется окно статуса, и просто по красному индикатору сразу понятно, техника работает, запись идет. Дальше. Правильный ли кадр, то есть правильно ли стоит камера, можно посмотреть по превью. Например, когда идет запись с веб-камер, когда я веду какой-то вебинар, перед началом вебинара я делаю скриншот экрана, смотрю на него и убеждаю, я сижу по центру, сзади нет ничего лишнего, свет довольно хорош. То есть превью посмотрели, уже понятно, что происходит. Нет необходимости каждый раз посматривать на то, то, что снимает ваша камера, и пытаться убедиться, что все в порядке. Это опять же вас отвлекает. Один раз посмотрели, провели лекцию. Если в видеозаписи что-то не понравилось, поправились. Легче всего, когда вы физически в помещении для себя какие-то ориентиры видите. Вот стык двух полосок линолеума, за него лучше не заходить, иначе вы выйдете из кадра. Вот здесь вот угол стола, если встать вплотную к столу, то у вас будет прямо идеальный ракурс, вы будете прекрасно смотреться на записи. И находить вот такие вот физические ориентиры, а не смотреть каждый раз, а что же снимает камера. Дальше. Слышно ли звук? Здесь тоже, конечно, можно заранее провести тестовую видеозапись и проверить, но всегда можно убедиться по шкале громкости. И когда вы снимаете на фотоаппарат, и когда вы снимаете через вебку и программу ABS Studio, есть такая шкала Studio, на которой зеленая шкала увеличивается, уменьшается в зависимости от громкости вашей речи. И по ней легко понять, если она достаточно активно реагирует на изменение громкости вашего голоса, значит и на видеозаписи звук будет довольно неплохим. Итак, после того, как вы провели съемку, у вас на руках две видеозаписи. Чтобы дальше работать с этим контентом, чтобы с ним что-то дальше делать, нужно загрузить их в одну программу и синхронизировать, получить из двух видеозаписей одну, но снятую с двух точек. Скорее всего, в этом случае вам для переупаковки видеозаписи придется проделать одну или несколько из этих операций. Собственно, сама синхронизация. Две видеозаписи вкладываются в одну программу и по звуковой дорожке подгоняются так, чтобы картинка и звук шли синхронно. Я покажу, как это делать. Вторая операция – это черновой монтаж. Вы убираете бракованные кадры, отрезаете начало-конец съемки, где еще нет самой лекции. При необходимости переключаетесь между этими двумя камерами, чтобы получить более динамичное изображение. Этот черновой монтаж нужен в том случае, если вы собираетесь видеозапись использовать. Дальше, например, добавление графики. Объединение видео и презентации, добавление субтитров. Может происходить в программе монтажа субтитры, например. Может, на канале YouTube вы добавляете текст, лекции. Графика видео и презентации вы соедините тоже в программе монтажа. Тоже потребуется синхронизация. Ну и последний этап – это экспорт сложных форматов. Например, любую видеозапись можно сохранить как аудиодорожку и получить, в принципе, подкаст или запись, которую можно прослушать в дороге. В любой программе монтажа можно снять скриншот изображения, который затем загрузить, например, в сервис Canva и сделать из него графику для социальных сетей. Что насчет программы монтажа и что я могу посоветовать? Я могу посоветовать вот эти вот три программы. Это не приложения, а именно программы. Все они бесплатные для персонального использования. Шоткат, если не ошибаюсь, и для коммерческого тоже. У DaVinci Resolve нужно прочитать лицензионное соглашение. Мы, например, в библиотеке не смогли его использовать для бесплатных курсов монтажа. Первый, я поставила видеопад. Он довольно прост в освоении. Интерфейс на русском. DaVinci Resolve интерфейс на английском языке. Шоткат интерфейс на русском. Но он нестабилен и довольно часто вылетает. Ситуация, когда вы что-то делали, а потом программа сама по себе закрылась, для него, к сожалению, довольно обычная. Так. ВССИ 3 и 3 видеоэдишн. Да. Потом Мувави, видеоэдитор для учебных заведений. У них тоже есть программа, по которой либо бесплатно, либо очень дешево. То есть подобрать что-то подходящее можно. Вообще все программы монтажа работают по одинаковым принципам. И они отличаются на самом деле параллельным или последовательным монтажом. То есть сколько видеодорожек на них можно загрузить параллельно. Например, киностудия Windows не позволяет загружать файлы параллельно, только последовательно, один за одним. Поэтому для наших задач она не подходит. Вот эти все программы, которые я привела, они позволяют загрузить одну дорожку над другой. И вот, например, это видеопад. Как видите, интерфейс на русском. Все довольно крупно, четко, понятно. Две дорожки загружены друг над другом. Видео тоже располагается друг под друга. Я начинала с Sony Vegas, но Sony Vegas, к сожалению, больше нет. Его перекупили. И теперь это Magic программа. И, в принципе, я на этом распрощалась с Vegas. Так. Как вы видите, видеопад показывает саму видеодорожку в виде ряда превью. И под ней идет аудиодорожка, которая изображена как пики. То есть чем громче голос на записи, тем выше вот эта вертикальная линия. Например, вот в этом месте я сейчас обведу на записи «Полная тишина». Это теперь фирма Magic купила. И она объединила свою программу видеомонтажа с Sony Vegas. Но Vegas, не забывайте, что эта программа платная и довольно дорого стоит. И вот так вот использовать ее для каких-то библиотек, школ довольно дорого. Я сейчас не скажу точно название. Если не ошибаюсь, вот она, Magic. Давайте я напишу вам в чат еще раз. Название. На презентации программа видеопад. Мы говорили сейчас, Magic, это про Sony Vegas, который перекупили, который стал немножко другим. Но Sony Vegas, мне кажется, для новичков учить кого-то на нем работать сложно. Самому научиться по лекциям, по записям легко, а другому объяснить, мне кажется, довольно тяжеловато. Итак, это видеопад. Это программа Shotcut. Как видите, интерфейсы очень и очень похожи. У всех программ монтажа примерно одинаковые окна на рабочем столе. Снизу таймлайн, как раз то окно, куда вы кладете видеофайлы, и они показываются в виде дорожки. Окно просмотра и окно, где лежат файлы вашего проекта. Вот точно так в шоткате две дорожки друг над другом. И DaVinci. У DaVinci Resolve несколько настроек рабочего стола. Вот они показаны здесь ниже. Между ними можно переключаться. И есть, например, вот такой интерфейс, который удобнее для монтажа. Есть интерфейс, который удобнее для чернового монтажа. Sony Vegas Pro у него бесконечное число дорожек. То есть большая часть программ монтажа имеет бесконечное число видеодорожек. Если у них число не бесконечное, то с ними, наверное, лучше не связываться. Потому что мне, например, для монтажа лекции будет нужно минимум четыре видеодорожки. Это две видеозаписи. Это дорожка с графикой и еще одна дорожка с графикой. И еще иногда бывает нужен какой-то однотонный фон. То есть пять дорожек. Это минимум, который мне удобен. И для того, чтобы дорожки синхронизировать, мы сильно-сильно увеличим какой-то фрагмент и смотрим как раз на звук. Когда он показан в таком формате, довольно легко понять, какие кусочки звука нужно синхронизировать. Здесь они почти синхронизированы. Сразу видно, что, например, вот этот вот пик должен соответствовать вот этому пику. Вот этот вот фрагмент должен соответствовать вот этому фрагменту. По форме звуковой дорожки легко понять, как именно нужно синхронизировать так, чтобы полностью идеально совпадали ваши две видеозаписи. И вот, кстати, хлопушка на киносъемках как раз выполняет эту роль. По громкому хлопку, по резкому пику легко синхронизируются в видеозаписи. Вот так. Это DaVinci Resolve, тоже очень сильно увеличенная дорожка. Здесь, несмотря на то, что камеры стояли на разном расстоянии и по-разному записывали звук, но текст-то был один, голос-то был один, а значит, можно, подумав, определить, какие фрагменты должны совпадать. То есть вот это предложение и вот оно же. Оно выглядит немножко по-разному, потому что на разном расстоянии стояли камеры от спикера. Но, тем не менее, вот можно вычленить одинаковые предложения, и именно по ним вы уже синхронизируете. Затем просто прослушиваете. Если звук начинает двоиться, значит, снова увеличиваете и пытаетесь подогнать. Это довольно просто. Это шоткат и то же самое увеличенный звуковой фрагмент. Как вы видите, шоткат немножко по-другому рисует звуковую дорожку, и вот по такой картинке я синхронизировать не могу. Для меня она сложна, непонятна. Из-за того, что нет симметричности на треке, я хуже вижу повторяющиеся фрагменты. И в шоткате мне синхронизировать тяжело. Возможно, кому-то наоборот именно такая форма отображения покажется более простой. Мы синхронизировали две дорожки, послушали, убедились, что звук не совпадает, и отключили ту дорожку, у которой звук хуже. То есть, как правило, мы оставляем звуковую дорожку только у ближней камеры, у хорошего качественного звука. Если вы собираетесь использовать эту видеозапись в формате видео дальше, именно как запись лекции, ее нужно уже или монтировать по всем принципам монтажа, или добавлять субтитры, или добавлять графику. В принципе, два основных варианта – это добавить слайды поверх видеодорожки. И в этом случае мы на нижний трек кладем саму видеозапись. А на верхний трек добавляем слайды презентации. Я сохраняю презентацию просто как папку с картинками и докидываю слайды сверху, растягиваю их по времени так, чтобы они совпадали с текстом. Затем, как видите, они уменьшаются и подгоняются в подходящий угол. Или же можно поступить наоборот. Дать больше пространства слайдам презентации, а лектора расположить в углу уже в уменьшенном размере. Здесь вы действуете наоборот. Снизу слайда презентации, сверху идет само видео, оно уменьшается и подбегается в один из углов. Конечно, когда вот так вот идет лектор, идет спикер, его лучше брать ближней камерой, чтобы он был постоянно в кадре и довольно крупный. Общий план сюда лучше не ставить. Лучше, как вы говорили до этого, предлагали до этого, оставить только звук. Но если есть возможность поставить лектора на среднем или на крупном плане, почему бы ей и не воспользоваться? Это самые простые варианты. Они не требуют какой-то долгой, сложной подгонки. Надо просто понять, какая дорожка должна стоять выше, какая ниже. И то, которое стоит выше, уменьшить и подпинуть сложный угол. Все. Это самый простой вариант. Есть более сложный лейаут и более сложный порядок, порядки расположения изображений. Но с ними уже нужно работать отдельно. Какой из этих двух вариантов я рекомендую? Выше картинка или выше презентация? На самом деле это зависит от того, какая запись. Если на записи преподаватель идет общим планом, то есть снимала дальние камеры и презентация видно почти в полный рост, то лучше сверху класть презентации. То есть слайды презентации будут, вот как на этом примере, меньше и в углу. Преподаватель будет в полный рост. Поскольку преподаватель будет в полный рост, можно будет занять больше пространства кадра слайдом. Так, главное, чтобы не обрезать преподавателю голову, например, можно довольно крупный слайд расположить. Если же ситуация такая, что преподаватель записан не в полный рост, а вот таким средней крупностью, выше пояса, тогда лучше делать наоборот. Больше места для слайдов презентации, а на верхнюю дорожку мы кладем видеозапись спикера. Так. Я хочу рассказать вам про следующие вебинары трека. Про то, про что я буду разговаривать в дальнейшем. И могу отвечать на ваши вопросы, если вы какие-то новые собираетесь задать. Сначала, вот после этого вебинара, еще четыре у нас будет посвящено видеозаписям и переупаковке видеозаписей. Мы отдельно уделим время учебному интервью, потому что там есть свои особенности съемки, свои особенности монтажа. Да, и сам формат на самом деле интересный, чтобы с ним поработать. Я расскажу о том, как переупаковывать контент под разных студентов. Я думаю, что вы понимаете, одни из ваших учеников легче воспринимают аудио, сам рассказ. Кто-то воспринимает лучше картинки, а не визуалы. Кому-то вот нужна динамика, а не кинестетики. И я расскажу, как именно переупаковывать, в какие форматы можно переупаковывать контент для вот таких вот разных категорий студентов. Покажу на примере PowerPoint, как можно осуществлять эту переупаковку. И отдельно расскажу про комментированное видео, про субтитры, и как можно их создавать на YouTube, и как можно создавать и распределять в других программах. Дальше в треке будет два вебинара, посвященных учебным пособиям. Это будет онлайн-деска Миро, на котором мы будем загружать различные файлы и создавать интерактивные упражнения. И будет сервис Canva, в котором мы будем делать рабочую тетрадь. И последние три вебинара трека, весенние уже, будут посвящены информационному квесту, веб-квесту, библиотечному, дедуктивному квесту. Это моя из любимых тем, про то, как создавать интересные, необычные квесты. И я расскажу, какие я сама хитрости приема использую, как пишу сценарий, как распределяю задания, и покажу кейсы того, как с этим всем реально работаю в библиотеках, в школах и в онлайне. Так, можете еще раз перечислить программы для монтажа. Да, конечно, я сейчас открою нужный слайд. Так. Разные записывающие устройства пишут в разных форматах, перекодировка идет в программе, или нужно использовать программы перекодировки. Лучше всего, если ваша программа монтажа умеет поддерживать различные форматы. Чем больше вы перекодируете, перебрасываете из одного формата в другой, тем хуже качество и видео, и звука. И вот поэтому программы, которые я предлагаю, они такие всеядные. Очень много форматов, которые они едят. Кое-что, например, видеопад. У меня Premiere какие-то форматы не берет, а видеопад берет. То есть вот вполне такая нормальная ситуация. И перекодировку я стараюсь не использовать до начала монтажа. Уже готовый файл я могу не то, что перекодировать, а даже вывести нескольких разных форматов. Но стараюсь лишний раз этого не делать. Так. Вот. И, к сожалению, вот именно программы для конвертации я, наверное, назвать не смогу, потому что у меня вот как раз в пакете Adobe есть отдельный инструмент для этого. Я пользуюсь именно Adobe с комплактным пакетом. А вот так вот, наверное, онлайн-конвертеры почему бы и нет. Есть у них конвертер, если не ошибаюсь, какие-то функции в нем бесплатны. Но, в принципе, вот тот самый видеопад, он вполне достаточно, чтобы перевести из одного формата в другой. Так. Еще ваши вопросы. Давайте еще раз пробежимся по нашим принципам. Я надеюсь, что я вас сегодня вполне убедила, что видеозапись лекций делать обязательно. Это возможность нам посмотреть на себя со стороны и использовать для другого, для создания другого контента. Снимать лучше всего с двух камер. И видеозапись лучше использовать как черновик, а не как готовый материал. Она требует как минимум чернового монтажа, а лучше наложения графики и субтитров. Вот моя почта для тех, кто хочет что-то написать, поговорить и обсудить. Я всегда рада с вами работать. Спасибо вам за сегодняшний прекрасный вебинар и отличные вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!